В чем корень проблем главных в Абхазии? Развитие республики идет не так быстро, как хотелось бы. География определяет ход истории, в общем-то. Вопрос территориальной целостности – это вопрос номер один. Не защитите, что это москвич приехал учить абхазов. Война была давно все-таки. В Абхазии находится российский политолог, ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности и Института международных исследований, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов. В рамках проекта «Союза журналиста» в Абхазии совместно с Международным медиаклубом «Формата А3» у него уже состоялась встреча с абхазскими журналистами. Также для студентов в Абхазского государственного университета он прочитает лекцию. Сейчас Сергей Маркедонов в нашей студии. Приветствую вас, Сергей Мирославович. Добрый день. Спасибо, что вы нашли такую возможность, пришли в нашу студию, согласились ответить на наши вопросы. Ну, в первую очередь, интересно, конечно, ваши ощущения в Абхазии. Одно дело – это вот, ну, собирать информацию, делать анализ, да? Другое дело – быть непосредственно на месте. Но вы не первый раз в Абхазии, правда же, да? Да, я здесь постоянно более-менее с середины 90-х годов. Более того, когда были трагические события пятидневной войны, да, то, что происходило в Южной Осетии, вот три дня из пяти я провел здесь, в Абхазии. Я сюда приезжал для того, чтобы проводить исследования, выступал, ну, и вот те события меня застали. Два года назад я был здесь, мы проводили тоже исследование, посвященное президентским выборам в Абхазии, последствиям смены власти. Так что более или менее я слежу и держу руку на пульсе, и знаком со всеми руководителями Абхазии, начиная вот с 90-х годов, начиная с Арзенба, заканчивая Бжани. Вот так что... Скажите, какие у вас основные такие впечатления вот в этот ваш приезд? Ощущения какие у вас в Абхазии? Чем можете поделиться? Что вас радует, что, быть может, немного тревожит? Вот что вы наблюдаете? В Абхазии всегда радует, это неизменно, такая большая активность общественная. Часто мы обсуждаем эту ситуацию с коллегами разными зарубежными, и вот когда возникает вопрос, там, ситуация в Абхазии, я говорю, нельзя рассматривать это все только с точки зрения геополитики. Живут люди, проходят выборы, кто-то учится, кто-то конкурирует друг с другом. В Абхазии я иногда шучу, демократии слишком много, иногда даже в ущерб самому обществу, но действительно, вот я себе не представляю Абхазию как вертикальную структуру, где только одно мнение. Здесь их всегда много. Можно пошутить, сказать, что два Абхаза, три-четыре мнения. Это есть, это остается. Что, может быть, тревожит и на что стоит обратить внимание? Но все-таки с момента окончания войны прошло почти 30 лет, а многие ее следы еще остаются. Наверное, развитие республики идет не так быстро, как хотелось бы. Много отсылов в прошлое, а надо бы, в принципе, уже думать и о будущем более интенсивно. Но есть два документа больших, да, два договора, которые регулируют эти отношения от 2008 года и от 2014 года. Вот как вы считаете, насколько вот эти договоренности реализовываются, соглашения, совместные проекты, что этому процессу мешает? Ну, есть определенные моменты, про которые, скажем, говорить не любят в нашем двухстороннем контексте, потому что, ну, я это называю, знаете, так, дипломатия тостов, да, когда мы говорим, вот, как замечательно, как здорово, там, апелляция к советскому времени. Очень многие люди сейчас, которые выросли, особенно молодые, они не знают советского опыта, и он их не очень-то греет. Давайте скажем честно, да, важно понимание будущего, важно понимание каких-то перспектив. Очевидно, что есть в этом контексте свои сложности, да, вот, я, поскольку в Абхазии бываю, я вижу реально людей, есть опасения, что, скажем, приход российского крупного бизнеса, вот, абхазские бизнес-элиты поставят в такое неравное положение, как мне говорил один бизнесмен несколько лет назад. Ну, вот, я сейчас почти олигарх, а с приходом, там, допустим, Дерипаски, Абрамович, я стану таксистом. Вот, есть такой момент, есть момент, ну, поскольку абхазский народ маленький, да, это небольшая Россия, вот как, не окажется ли ситуация во многом, как это было еще в Грузии, да, когда вот абхазы у себя дома окажутся в каком-то подчиненном положении. Надо, наверное, эти вещи проговаривать, надо их аккуратно объяснять, снимать какие-то фобии. Мы видим, что, наверное, не до конца задействован механизм интеграции, кооперации тех же силовых структур, да, потому что, ну, есть что греха таить, проблемы и криминалитета и так далее. И, наверное, взаимодействие с Россией в этом смысле было бы полезным, там, и базы данных какие-то и так далее и тому подобное, да, вот, и совместные действия по поводу, там, трансграничной преступности и прочие-прочие моменты, вот. Что касается, допустим, там, оборонных каких-то инициатив, здесь, по-моему, все нормально, и я не вижу, по крайней мере, ну, значительных вызовов. Естественно, есть какая-то определенная участие абхазского общества, озабоченность, да, вот насколько сохранится вот та самая демократия, да, она является ценностью для абхазского общества. И вот тут, мне кажется, очень важный момент, кстати, между прочим, наши партнеры с Запада немало сделали для того, чтобы Россия воспринималась исключительно как такая архаичная сила. Архаичная, неразвивающаяся, стагнационная. Вот ты с Россией, значит, ты за стагнацию. Мне кажется, что это не потому, что мы должны Америке что-то там доказать. Ничего мы не докажем, и этого не нужно делать. Самим себе доказать, что мы готовы давать свою альтернативную версию развития. Россия должна ассоциироваться не только с заморозкой, но и с динамикой, с развитием, с возможностями, с карьерой и так далее. Это важно крайне. И опять же, не для того, чтобы мы кому-то чего-то доказывали. Для нас просто это важно. Утверждена программа общего социального и экономического пространства между странами. Среди предложений российской стороны есть те, которые вызвали такой негативный резонанс в нашем обществе. Например, вопрос, связанный со снятием ограничений на покупку недвижимости в Абхазии иностранными гражданами, вопросы в сфере энергетики. Вот у вас какие размышления на эту тему по вот этим спорным моментам? Ну, вы знаете, здесь очень сложная развилка, что называется. Можно попытаться отрицать какие-то общемировые тенденции, которые требуют определенной... Ну, без фанатизма, да, естественно, там какая-то логика глобализационная, когда вы приглашаете кого-то и так далее. И какой-то уникальностью, самостоятельностью. Эта вилка, в общем, довольно непроста. Еще раз говорю, для того, чтобы снимать эти проблемы, нужно откровенно проговаривать это. Да, может быть, речь идет не о том, чтобы снять полностью ограничения там по имуществу. Ну, хорошо, можно это попробовать там на каком-то модельном районе, посмотреть, как это работает. Не обязательно это все вводить быстро, универсально, да. Есть возможности. Вспомним, сколько в России, например, сколько лет и как сложно, шел вопрос о том, как продавать или не продавать землю, да, вопрос. И на уровне парламента и так далее. Очень дебатировался остро. Потом пошли по пути определенных моделей. Были там Орловская область, там, допустим, Самарская, Татарстан, где первыми пошли на отчуждение земель, да, в частные руки. И это показало свою успешность. Потом стали этот опыт распространять. Потом это вышло на федеральный закон и так далее. Может быть, и здесь не стоит вот так быстро одним махом решать эти вопросы, идти поэтапно. В любом случае, от этих разговоров не уйти, да, потому что полноценное инвестирование со стороны России в абхазскую экономику возможно тогда, когда будут соблюдаться права собственности. И вопрос опять же, а вот уже внутри Абхазии, да, не сочтите, что это там москвич приехал учить абхазов, но ведь часто вопросы имущественного характера, они, ну, так, вольно трактуются часто внутри самой Абхазии. Наверное, вот, может быть, здесь надо начинать с этого, да, вот, с уважения хотя бы внутри самого общества к незыблемым правам собственности, а потом уже вопрос и возможного, там, российского участия и так далее. Вопрос участия Абхазии в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве. Это еще вот такой один пункт, который в договоре, да, от 14-го года отмечен. Вот в вашем представлении, что в случае реализации этого пункта, вот, это даст республике, да, и что немаловажно, что, как Абхазия может быть интересна вообще вот в этом процессе? Нет, ну, ее географическое положение и ресурсы и природные, и там туристические очевидны, но здесь вопрос политики выходит на первый план, потому что у каждой из постсоветских стран вопрос территориальной целостности это вопрос номер один, поскольку это, как правило, новые государства, очень болезненно воспринимается любой вопрос, связанный там с утратой территории, и многие даже ближайшие союзники России могут там, ну, условно говоря, понять, да, резоны Грузии лучше, чем резоны Москвы, мы это видели в восьмом году и так далее. С этим, я думаю, это ключевая проблема. В геополитическом плане понятно, что вот главные надежды Абхазия связывают с Россией, да, у Грузии другой выбор. Что вот с остальными странами вот в этом нашем регионе, как вы оцениваете их потенциал, ресурсы, настроение? И вообще, в целом, какое развитие можно, да, возможно для региона, с учетом того, что вот, ну, вы сказали об этом, география определяет ход истории, в общем-то? Регион очень разный. Большая проблема – это дефицит внутрирегиональной интеграции. Три страны, если взять вот Грузия, Армения, Азербайджан, три разных вектора. Армения, которая участники евразийских проектов, Азербайджан, выбравши политику качелей, такое даже нарочитое порой дистанцирование от каких-то интеграционных объединений Грузия с североатлантическим выбором, но и этот выбор, на самом деле, ну, более сложный, что ли. Вот я студентам задаю всегда вопрос, какая из стран Закавказья или Южного Кавказа первая подписала «Соглашение о свободной торговле с Китаем». Грузия? Китай никак не пронатовская страна. И Грузия пытается выстраивать с Китаем отношения, потому что Китай акцентирует внимание на территориальной целостности и внешнеполитическом самоопределении. Вот таким образом, да, вот Китай и США вроде бы сходятся. И тогда Грузия пытается всем показать, что для нас главное не североатлантический выбор, а вот эта самая территориальная целостность. Кстати, североатлантический выбор, на мой взгляд, в Грузии обусловлен именно вопросами территориальными, в первую очередь. Не было бы этого выбора. Я не верю в какую-то особую любовь к Грузии, к Америке, к Североатлантическому альянсу. Во многом это следствие, ну, некоторого, так сказать, недопонимания с Россией, да, некоторых, так вот, проблем, может быть, необоснованных надежд, завышенных ожиданий, что вот если Москва будет участником миротворческой операции, там, как это было, да, в свое время в Абхазии и Южной Сити, она просто возьмет Абхазию и отдаст Грузии. Ну, это же не платок, чтобы из кармана в карман перекладывать. Вот, надо понимать. Поэтому одна из проблем, это, конечно, отсутствие вот такой внутренней координации самих стран региона. Вторая проблема, это, ну, разные внешние интересы. И это не только НАТО, Россия. Здесь есть Турция, которая формально член НАТО, но которая проводит очень дистанцированную политику и от Штатов, и от той же Франции, стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая на карабахском направлении, как мы видим, вела свою собственную игру. Есть еще Иран. Поэтому вот два таких очень сложных коктейля противоречия здесь существует. Что нужно для того, чтобы минимизировать эту нестабильность? Ну, прагматический разговор, наверное. А у Абхазии, как вы думаете, вот в этом регионе, Черноморско-Кавказском, вот какое место? И на чем оно может быть основано? Какие перспективы? Какое место, позицию? Многие вещи на самом деле должны быть обращены и к самой Абхазии, потому что если Абхазия показывала бы уровень определенной государственной зрелости, в том числе и стратегической, потому что часто, понимаете, еще многие вопросы, они становятся разменной монетой во внутренней борьбе. Возникает проблема, там, вот гальские грузины или там мегрылы, тут же там начинают одни политики других обвинять в том, что это предатели. Но проблема-то есть, ее надо как-то решать, так или иначе. И лучше решать ее здесь, чем кто-то за тебя это будет решать. Есть там проблемы, нужен диалог с Грузией, не нужен. Да, кто-то заявляет тут же, это предатель, это вот такие вот мелкие конъюнктурные моменты, они играют роль. Есть проблема, ну вот для того, чтобы Абхазия была привлекательной для инвестора, ну, нужно же и определенный порядок навести с точки зрения правоохранительных органов и так далее. То есть, если в Абхазии был бы больший уровень зрелости именно государственных институтов, в широком смысле слова, предсказуемость большая, ну, не так, чтобы любого президента там толпа выбрасывала, да, из резиденции, а какая-то, так сказать, сменяемость власти посредством выборов, предсказуемость и так далее. Наверное, это сыграло бы большую роль. Тогда, даже если бы все не поспешили в очередь за признанием, в что я не верю, честно сказать, по разным причинам, ну, стали бы находить какие-то механизмы, знаете, это возможно. Это возможно. Когда находятся определенные механизмы взаимодействия, что разве штаты признают Тайвань? Ну, находятся, понимаете, когда есть определенный интерес, и ты понимаешь, что с этим партнером можно работать, с ним начинают работать. В чем корень проблем главных в Абхазии, как вы видите? Ну, я, естественно, высказываю субъективное суждение, оно не претендует на какую-то универсальность и так далее. С моей точки зрения, вот та повестка послевоенная, которая в Абхазии сложилась, она во многом определяет существование сегодня. Но война была давно все-таки. С точки зрения глобальной истории 30 лет это мало, но с точки зрения республики, поколений это много. И, наверное, нужна новая повестка дня, которая ориентирована на развитие, не постоянное там переругивание с Грузией, там воспоминания и так далее, а на будущее. Вот есть то, что есть, есть определенные гарантии со стороны России безопасности, и значит, надо ими пользоваться, но давать импульсы собственному развитию. Мне кажется, вот этот транзит от послевоенной повестки, к новой повестке развития затянулся. Хотя, очевидно, на него есть запрос. А отношения с Грузией как выстраивать, вот как вам видится? То есть есть Женевская площадка, вот ее достаточно, об этом тоже у нас идут споры постоянные. Была концепция внешней политики, где был пункт о многоуровневых отношениях, было возмущение депутатского корпуса, там, среди общественности, политиков оппозиционных. И убрали этот пункт. Ну, вот то самое, еще раз говорю, использование вопросов стратегического развития в такой конъюнктурной политической борьбе. Вы знаете, ну, во-первых, это вопрос не одного мнения, да, только. Есть, кстати, мнение, что Абхазия должна быть более напористой. Ну, вы можете быть... Как победитель в войне, то есть, ну, как... Есть мнение, что мы как-то ведем себя так, знаете, как немного стесняемся, что ли. Как-то так. Ну, понимаете, одного пиара и напористости мало, да. Пиар должен опираться на какие-то реальные достижения, иначе он просто будет пиаром и все. Ну, вот, желательно подкреплять... Ну, Грузия хочет нивелировать, да, вот все достижения, и победу в Отечественной войне, и признание со стороны России в 2008 году, да. Она же так себя ведет, как будто этого всего не было. Ну, Грузия осматривает Абхазию как оккупированную территорию и так далее. Поэтому, вот, когда я говорю, что мнение только Абхазии не ограничивается, потому что... Ну, готова ли Грузия к этому разговору? Допустим, Абхазия завтра говорит, мы готовы разговаривать. В каком качестве Грузия готова разговаривать? А вот нужно ли ее готовить к этому разговору, вот, в этом смысле? Какие-то инициативы от Абхазии должны быть? Такой разговор рано или поздно все равно будет. Это не потому, что я там какой-то пророк или чего-то. Он будет потому, что, допустим, вот состоится некое Хельсинки-2 совещание, и по геополитике найдут некие варианты. Там Франция, Россия, там Германия решат, что окей, вот будут нейтральными страны, будет там процесс снятия напряженности, что-то там договорятся по имплементации минских соглашений. Но все равно ведь вопрос о диалоге Донбасса с Киевом останется, Приднестровье и Кишинево останется, ну и Абхазия и Южная Осетия останется. С абхазской стороны ведь тоже есть такое желание не замечать, что количество признаний небольшое, что работать над международной повесткой присутствия в Абхазии надо. Надо, да, это кое-что и делается в этом. Вот, например, недавняя инициатива, которую Нал Ардзимба в Москве озвучил насчет предоставления статуса наблюдателям. Да, Абхазия должна присутствовать в международной повестке дня с позитивными новостями, не просто пиаровскими, да, давать какие-то действительно реальные новости. Делать так, вот как будто бы никто не мешает этому. Ну а вопрос диалога с Грузией всему свое время, знаете, как там, с каждому овощу свое время. Для этого должны быть, наверное, должны быть предпосылки вызреть, должен быть определенный интерес. По крайней мере, здесь у Абхазии есть определенное преимущество по сравнению с Южной Осетией, потому что многие грузинские эксперты говорят, да, есть проблема, действительно, вот Абхазия, там мощное национальное самоопределение, вот Южную Осетию они рассматривают как такой вариант несколько искусственный. Я сейчас не говорю, правильно или нет, с моей точки зрения совсем неправильно, но вот есть такое представление о некой большей сложности в повестке дня с Абхазией, даже некоторой, если угодно, большей обоснованности абхазских претензий, да, чем есть у южных осетин. Значит, должны сложиться предпосылки для этого. В любом случае, еще раз говорю, лишение вот этих конфликтов, некой геополитизации не лишает их этнополитизации. Этнополитизация все-таки первооснова. Ну, среди желающих вступить вот в Североатлантический альянс есть и Грузия, да, и вот как обеспечить региональную безопасность за Кавказией? Что делать? Ну, я думаю, что для начала, во-первых, разговаривать о тех проблемах, которые есть, и вот насчет НАТО как структуру, которая может обеспечить безопасность. Знаете, несколько лет назад, вот еще до этой пандемии, я был на конференции в Эстонии, мой эстонский коллега, удивительно, да, казалось бы, мы привыкли, что эстонцы как раз очень пронатовские занимают взгляды, но он эксперт, прежде всего, не политик, он говорил о том, хорошо, вот мы вступили в четвертом году в НАТО. Когда мы обсуждали до 2004 или после возможности российского военного вмешательства в Прибалтику, когда мы больше волновались за это, до 2004 или после? После. НАТО стало провайдером безопасности или провайдером нестабильности? Большая, мне кажется, ошибка, в том числе вот российских официальных лиц. Говоря о НАТО, мы говорим исключительно о наших заботах. А можно было шире ставить вопрос. Те страны, которые с НАТО связали свою судьбу, они выбирают больше безопасности или меньше? Когда Украина была внеблоковой страной, у ней больше было возможностей, в том числе и для сохранения Крыма в своем составе? Или когда фактор НАТО стал стучаться весьма активно, ну, в случае с Грузией и Украиной, это апрель 2008 года, вот тогда стало больше проблем или все-таки до того? Россия ведь признала независимость Абхазии в 2008-м только в августе. И, естественно, не в этой аудитории напоминает, но позиция Абхазии с точки зрения вхождения в состав России была в 90-е гораздо более широко распространена, чем сегодня. Если в Южной Осетии, может быть, завтра провели бы референдум, она бы вошла в состав России. В Абхазии нет. Но ведь, смотрите, 95-й год, сход в Абхазии, народный сход, принимающий решение за то, чтобы Абхазия вошла в состав России. Первый лидер Абхазии Владислав Арзенба про это говорил неоднократно. Россия в 96-м вместе с Грузией вместе, я подчеркиваю, вводит блокаду. Да, все мужское население 1860 не пускается на территорию Российской Федерации. Где возмущенные реакции Госдепа о нарушении прав человека? Где возмущенные заявления Foreign Office? Где Бундесминистерство говорит о том, что нарушаются права человека по этническому принципу? Никто ничего такого не говорил. Россия пыталась принудить Абхазию фактически быть частью Грузии. Был план общего государства, был визит Арзенба в Тбилиси под кукураторством Примакова и так далее. Много чего было. Но Абхазия не стала более сговорчивой. Поэтому говорить о том, что исключительно Россия там толкает и подталкивает, так сказать, отделение каких-то республик. вопрос о признании возник после того, как натовский курс был обозначен. Россия пыталась все-таки говорить о возможном интегрировании Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии и так далее и тому подобное. Поэтому вот мне кажется, здесь впору вообще поставить вопрос. А НАТО как единственный механизм европейской безопасности для самой Европы это хорошо? Для Грузии, для Украины, для Прибалтики? Или, может быть, все-таки надо посмотреть другие механизмы? Спасибо. На ваш взгляд, перспектива российско-абхазских отношений какая? Ну, заявлять о том, что все замечательно и хорошо, наверное, можно, но я не думаю, что это правильно. Конечно, эти отношения базируются на очень позитивное восприятие абхазского общества России, там, восьмой год, последующее развитие и финансирование и так далее. Но мне кажется, что надо убирать вот такие моменты, которые могут провоцировать настороженность. Ну, чего греха таить? Имеется определенное снопство отдельных чиновников из Москвы. Что там у вас маленькая Абхазия, один район и так далее. Вот это надо убирать, убирать, потому что это формирует и фобии. Да, вот вам дашь, так сказать, там определенные имущественные права, а вы вот так будете относиться. Вот эти надо вещи убирать, вот и все купировать. С ориентации на развитие, еще раз говорю. Россия, как страна, которая гарантирует не только безопасность, умеет не только это, но и умеет развивать. И тогда можно сказать, ребята, мы выбрали Россию, и наш выбор привел и к большим карьерным возможностям, и к большему уровню защищенности, и лучшим социальным стандартам. Нам есть что показать. Вот это вот цель, мне кажется, важнейшая. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.